Юниверс он тот самый лучший оффлейнер, потому что он всегда отыгрывал стабильно. К нему вопросов никогда никаких не было, у него не было никаких приседаний. Он свою роль отыграл всегда четко. Он не играл там как-то супер жестко, супер круто и не играл никогда плохо. Он играл всегда стабильно и поэтому он был топовым оффлейнером. Он там 95% игр и 100 игр играл классно. Поэтому вот это вот именно главное качество оффлейнера. Чтоб он там не фидил, чтоб он именно отыграл роль свою хорошо. Стабильно, главное. Ну что касается вообще Кизу, вот буквально вчера как раз таки Пупей давал интервью на этом LAN турнире, на Rock Masters. Как раз таки я отвечал на один из вопросов, почему собственно говоря Кизу, почему именно его взяли. Ну что Пупей сказал, что Кизу просто очень талантливый и обучаемый игрок. То есть он брал его под свое крыло сознательно и знал, что этого парня еще можно чему-то обучить, передать ему свой опыт. А его талант разобьется потом до каких-то небылалых высот и станет лучшим оффлейнером мира Кизу. Поэтому, в общем, почему именно Кизу оказался в этом составе, теперь уже стало понятно. Парня можно работать, из него, из этого неограненного камня, да, что называется, можно сделать какой-нибудь алмаз такой красивый. Будем надеяться, что действительно получится. Ну да, Пупей, конечно, громкие слова, что там... Ну, кто его знает, что кем он станет там топом оффлейнером, не топом... О, нет, не лучшим оффлейнером в мире, но то, что он реально талантлив и то, что он может показывать хорошую игру как раз-таки на этом оффлейне, это да, этого не отнять. Слов Пупея. Ну что, у нас там тем временем в драфте в первой карте появляется Паджик от The Mongols, и вот ставлю за это просто большой от себя личный чисто комментаторский плюс. Просто ловите плюс The Mongols за этого Паджика. Правильно, Пупея Паджиком надо пытаться переехать. Причем Паджик уже заходил у нас против New Secret вчера, как раз от команды Big and Black. Показывали на второй карте, по-моему, да, на второй карте это было. Но там он вообще не очень зашел. Надо напомнить просто, что, в общем-то, Mongols практикуют пик Паджика, у них есть игрок, у них есть исполнитель. Если я не ошибаюсь, это Hustla, он же Арион Балор, его второй никнейм. И он на Паджике даже на квалификациях босконского мейджора катал, причем не единожды. Они играли против TNC, против Nath. Кубы Матчика, конечно, проиграли. Ну, в общем, Паджик практикует, и Паджика, они на пик. И алхимика. Это номер, это тебе джиггернаут, это алхимик, у тебя должны суппорты реально ходить и прикрывать что одного, что второго. Ну ладно, джиггернаут можно еще оставить, его первые минутки можно прикрывать, а потом он сам себе хозяин, и его очень там трудно загангать, забрать, потому что у него всегда крутил КТП, он может уйти. А вот с алхимиком, ему нужно и стаки делать, ему нужен этот мидл, и баунтихантер там в пике, нужно постоянно контролить, потому что, я думаю, упор как раз стратегии Team Secret на первые вот эти минуты, он будет от миды отталкиваться. Как раз таки нагнобление этого алхимика. Ну, играть надо против алхимика, мы это прекрасно уже знаем с вами по опыту, сколько трансляций смотрели, сколько матчей мы с вами понаблюдали, от тиры-один, тиры-два команд, когда алхимика оставляют в покое, дают ему фрифармить, зачастую эту игру проигрывать, потому что алхимика потом не остановить. Видимо, начальная игра против алхимика, это, наверное, ключевое звено, ключевая вообще вещь в рамках данного этапа, в рамках данной первой карты. Ну, посмотрим в итоге, что получится или не получится у обеих команд, мы с вами представим, пожалуй, игроков, посмотрим, на ком он будет катать. Так, состав The Mongols, Retribution, на алхимике, Санки сыграет на Джиггернауте, Прокси, Варлок, бегает на Паджике, как раз таки тот самый Хасла, он же Арилен Балор, и Маск Рэйд сыграет на Слардере в оффлейне. Команда Team Secret, Пупей будет играть на Bound Hunter, уже в лесу, бегает просто нагло, бегает в лесу, поставил Вард просто перед носом команда Mongols. Пайлайдай будет играть нас на ВСП, Мидуан будет играть нас на центральном коридоре на инвокере, Римпи будет играть нас на Слене, Киза, соответственно, будет играть нас в оффлейне на Тайхантере. Замес на нижнем уровне. Да, Вард. Возможно, будет. Ну, по идее, это драться с Секретом здесь нечем, есть, конечно, Висп, с другой стороны, вот тогда опасаться все-таки вот этих эксид спреев, плюс Блейдфьюри может заехать, да еще и какой-нибудь рот от Паджика. Очевидно, это противостояние, конечно, Секреты будут проигрывать, и для Алхимика Баунти Руна благополучно остались. Очень важно было, очень важно было это сделать. Нужно было чуть ли не пятером что-то приходить, чтобы отжать как раз это все. И отжали, и отжали, действительно все получилось. Вот он Пупей, он уже на исходной позиции, за этим героем мы будем наблюдать, наверное, интенсивнее всего, ибо, ну, он задает темп, он задает начало. Ну, то есть, с одной стороны, здесь, конечно же, у Team Secret и Баунти Хантер, с другой стороны, это, конечно, Паджик. Вот, но Баунти Хантер пока поинтереснее, потому что он уже заходит в мид, потому что они уже начинают нападать на Retribution, пробивать с руки, весь слажер протягивается. Ну, многовато ХП у него осталось, еще Fairy Fire был, поэтому выживал бы, наверное, в любом случае. А нужен, блядь, этот... Тем не менее, уже неприятно. Вот если мы взяли Cold Snap, я думаю, там было бы поэффективнее. Да, Cold Snap кинуть, можно было с руки просто убить, но вот Экзорт пошел в мид-баунт сразу. Купай тебе Race Band, это вот сейчас стандартная сборка на инвокеры, будет делать тебе дальше Аквилу, а с МП проблем уже, соответственно, не будет. Сейчас модные инвокеры именно так и одеваются, через именно квадзортовский билд. У нас Team Secret, кстати, довольно недавно поменялись с этими ролями, потому что вообще все время свое пребывание в Team Secret, Пайлайдай, он играл на этом Баунти Хантере, он как раз славился своей вот этой макро игрой, то, что он ходил, там, как вард, вот эти дагера от Пайлайдай, мы прекрасно помним, когда он закупал и просто все полил, такие стелс варты расставлял, а сейчас, в последнее время, они поменялись с Пупеем, как раз Пупей вот эту роль четверочки отыгрывает такую. Ну, причем Пайлайдай в одно время даже, играя в составе Cloud9, заслуживал звание убийца курьеров почетный, потому что действительно на Баунти Хантере бегал и постоянно уничтожал всевозможные курьеры противника. И причем это делал по 3-4 раз за одну игру. Было такое дело. Но это было уже давно и действительно сейчас немножко сменились позиции, и Пайлайдай теперь на Виспе будет отыгрывать. В общем-то, он и на тех, и на других может, как, собственно говоря, и Пупей, тоже может на всех персонажах абсолютно сыграть. Пол героев этих ребят достаточно большой. Контролится руна на второй минуте, все время Пупей будет забирать снизу, снизу руна Волшебства, сверху, конечно же, Баунти Руны, которая получена, оставляется Ретрибьюшену для Алхимика. Конечно, крайне полезная руна. Да, 266 голды, как с Куста просто собирается Баунти Руны. Очень вкусно. Ну, что на нижней линии? Там Джекернаут пытается фармить, Варлоку досталась задача, скажем так, гнать Тайтхантера подальше от крипов, что, конечно, не получается сделать, потому что Тайтхантер довольно плотный персонаж. Женька Смэш себе взял, уже взял пассивку. Умеется. Ну, во всяком случае, Джекернауту фрифарм вроде бы преддавляется, то есть проблем с убийством крипов санки здесь не испытывают. А Баунти Руну снизу в прицелом тоже делать особо нечего. На Джекера нападешь, сам погибнешь. На Варлока тоже нет смысла, Варлок слишком толстый. Может быть, даст его что-то сделать на центральном хридоре. Тайтхантера уже выбили весь реген, на самом деле. Он стоит только с 1 фарифайр. У него есть манга еще на регенчик. И все. Так что ему тут будет некомфортно стоять. Купился, кстати, колечко на Ринков Протекшн. Не знаю, что это будет. Может быть, выход в Вайрон Тейлы. Может быть, выход вообще в Аквилу. Нападает на Атакизу. Может, у него атака сейчас пошла. Типа аута с Хизу. Качественно, да. Все качественно. Как раз. Скорее всего, он не выживал, если просто бежал. Потому что после Бейтфьюри еще пару ударов в спину было от Варлока. Например, надали хук Теврением. Это хасло. От себя Мидван дает сам страйк. Пробивает с руки и стул снэп. Дамедж разделился от страйка на двух героев. Но все равно захотел забрать башка. Ретрибьюшн. Ретрибьюшн тоже можно забирать. Поставь, поставь. И пару ударов. Феррифайр. Феррифайр. Отлично. Мидван. Отлично отыграл в этом моменте. Грамотная игра. Вот Атаквил уже прилетело 5 армора. Очень сильно как раз спасали. Вот в этой туче как раз Вейсит Спрей алхимика. Да. То есть не растерялся. И знаешь, такое ощущение, что Мидван был готов подставляться под хук. Он знал, что на развороте он делает здесь красивые вещи. Даст свои нюки. Там через Феррифайр Занс каким-то образом выживет. И так действительно и получилось. А Мидван, конечно, инвокер очень опытный. И так просто не сыграешь. Вроде бы хук был удачный. Казалось бы, что еще может сделать с Паджик на первых лвлах. Удачный мидер, хуканутик, пытаться забрать. А получилось так, что вдвоем погибли. И остались в большой минусе. В принципе, о чем мы и говорили как раз. Что вот она. Ну, выход на этот миддл. То, что постоянно будет напрягать. Постоянно там будет Клемент тусоваться. Может быть, Висп как раз будет с телепортов приходить тоже на помощь, чтобы втроем забирать этого алхимика до его 6-го лвла. Когда он очень слабенький, без армора, без всего. Он очень легко пробивать. Стана у него нету, что подкинуться, потому что алхимики качаются через тучу монетки, чтобы забирать эти стаки. Это не боевой алхимик. Это фармящий алхимик. Вот руну сейчас на четвертой минуте не дали забрать алхимику. Форж Спирит им аккуратно законтролил MP, пока он сам отсутствовал. Просто эту баунти руну изничтожил. А сверху баунти хантер дал руну. Знаки же выход, опять телепорт снизу. И опять он спокойно уходит. Никто ему ничего не сделает. Просто повторение сценария. Минутной давности. Вообще-то неплохо получается. То есть он, конечно, экспо получает. Лвл четвертый. В целом деньги тратит на тпшки свои. Но с другой стороны, какие-то еще и бабки сверху появляются. Скупил у тебя рецепт на ренталом. Да нет, он не умирает. Он нормально. Он отвлекает на себя вот этих двух персонажей. И на него постоянно отвлекаются на миде. Алхимик, Retribution. Попадает на Санстрайк. И минус Мидван. То есть Мидван делает минус на Алхимике. В соло Мидван уже расправляется с оппонентом. Да, все качественно. Но вот против опытного инвокера очень тяжело, конечно, играть. И Мидван тут наказывает. Просто наказывает. Ну а Алхимику просто помощи здесь никакой тоже не будет. Побегал какое-то время Паджик. Понял, что на миде он ничего уже не сделает. Пошел наверх. И Алхимик остался в соло против инвокера. Против Рассвиженного инвокера, которому подарили даблкил поначалу. Конечно, она тяжеловая. Опасная. Пуш уходит. Попадает Хасл. Последний момент срайфанулся на Свисп. Хасл, наверное, думал, что он так и будет на месте стоять, что я сейчас просто попаду в стоячую цельного. Нет. Пытаются. Пытаются, конечно, монголс играть как-то интересно, как-то тоже агрессивно, где-то нападать. Паджик под смоками, под инвизами где-то бегает, хуки свои раздает. Но все это пока не приводит к каким-то качественным киллам со стороны монголс. Все только потери несут ребята. Но тем не менее. Все-таки какой-никакой, но фарм Ретрибьюшн имеет. Это тоже очень важно. Альхимик 2 500 нетворс. Есть соло ринг уже. Мы знаем, что нужно парнить армит, дальше выходить в радианс. Ну и в общем, пока, конечно, горевать, скажем так, не стоит. Все еще подыгрываемо, все еще играбельно. Главное больше не проседать. Главное, конечно, лишний раз не отдаваться. И не раскачивать там Свенов всяких и инвокеров. Поставили Сиренебад, Пупей бегает. Не знаю, видели мы отвезку суппортов, этот пуш-варлок. Мне оно очень не понравилось. Потому что у него синергии мало на самом деле. Он как-то не очень сильно взаимодействует. Пупей ловит, по центре вард хукают его. Накидывает третий хилл, санстрайк. Ну и туда под минус. А, нет, бис прилетел. Отлично. Бис подтягивается, он будет хилить. На развороте Мидбан также подтягивает. Дает колд снэп. И Хасла. Промах был. Надо сгорать, но не успевает. Прокси просто улетают. У Пупея был тост, но он просто не видел этого героя. В Манване там лесочек забежал. Получно смотался. Но, тем не менее, очередная попытка атаковать стороны Мангоуст. Поставили даже центре. Вроде бы как качественно было сыгран. Но, опять-таки, подтягивается бис. Очень качественно. Чуть вовремя здесь оказался пайлайдай. И смогли сделать килл. Опять-таки, и даже чужих нейтралов забирают. Здесь ребята вообще не дают разогнаться и разгуляться. Этому бедняжке Алхимик. Сделал дабл стак. И просто пришли два суппорта. Пятых левелов. Там, один, четвертый, другого. Пятую просто забрали. Халяву сейчас на мидл будет выход. Опять на Алхимика. Опять на Требюш. Да, он получил шестой левел. Сейчас может как раз из-за этого жить. Но! 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 Требюшку. Выживает, выживает. Отлично. Хороший хук. Отличный хук в исполнении хаслы. Делает фраг на Виспе. Но вот он первый килл. Наконец-то удалось и Алхимику спасти жизнь, и Супер Саним сделать фраг. Просто очень вовремя Алхимик получил шестой уровень. Если бы он не получил как раз таки вот. Он получил уровень, когда Висп делал тизер на инвокера. И в это время как раз он успел прожить эту ульту и из-за этого выжил. Так бы он умирал. Сто процентов. Ну что, у нас поставили в арте времени Монголс. Такой вот хороший обсервер вард, который будет видеть потенциальные стаки на эншентах для Свена. Тоже качественный. Конечно, эту точку нужную. Просто в арте и Курьера подрезает. Тем временем Пупей. Пупей тоже умеет. Ну вот он умеет Курьеров резать. Не только Палет, а этим знаменит, скажем так. Пупей, мы видим, тоже показывает. Хорошую игру. Аквилу подрубил. Аквилу была, конечно же, для джеки. Ну и вот какое-то время, две с половиной минутки, придется без Аквилы потерпеть джекеру как-то. Держаться. Просто все стаки у нас забирают. На самом деле команда Team Secret, что вот этот снизу стак только что вис пришел. Он только что с баунт хантером вот здесь вот стаки забирал, да? И сейчас стянулся к тайт хантеру и вот здесь вот стаки все забрал. Просто... Просто все. Чистит вражеские леса уже с первых минут. Не дает алхимику нигде. Вот только... Только на эншентах можно что... Как-то вообще свой фарм выровнять. Ну там тоже пока два стака стоит. И опять... Нет, тем временем атака. Пошел на 3-дебьюшн. Хватит ли дефа, но на этот раз хп регена просто не хватает. Пошел флот, получает. Пришел джекер наут, раскручивается. Возможно весь спа удастся забрать. Есть там страйк. Слардер тоже здесь. Крита отлично забирает. Санки делает даблкил. Размен 2 в 2. Ну и подошедший Кизуч просто не успел дать свой реведж. Он довольно поздно телепортнулся. Ну, правильное дело, пока он, конечно, перемещался. Какое-то время прошло. Уже драка довольно быстро прошла. И не успел подтянуться. Двух суппортов забрали. Тем не менее, неплохо с стороны Монголстар. Неплохо сыграно. Подтягивает также кор-героя. Санки сейчас берет. Он не слэш, а хочет дать под амплифай. Отличная игра Санки. И доминейтинг собирает он с мидвана. Это очень круто сейчас для Санки. У него сразу Яша появляется. И сразу же килинг спри еще, да? Отлично. И Аквиллы, не забываем, в Курьере также его лежит. Поэтому у него будут фейзы Аквиллы и Яша. В скором будущем. Неплохо сыграно. И на данный момент ошибаются в Тим Си. Особенно Инвокер, конечно. Он, видимо, не ожидал, что так же Гернаут наглый может зайти и дать ему место. Забыли мы про план Б. Вообще, как он себя там чувствует? А чувствует он себя доминатор. И почти уже у него есть сабелька. На самом деле, это тоже очень хорошо. Буквально. Да, но пока Эмпи не подключался к дракам, он спокойно фармил. Занимался своими делами. Ну, возможно, скоро почнется. Сейчас лететь будут. Сейчас будут лететь. На Кизу будут лететь. Прекрасно знаешь, что у него нет маны. Это будет, да, просто сейчас прилетка вниз, скорее всего, на Санки. То есть вот он. Каш. Будет ли реведж? Куда летит она? Киза идет до конца. Релакейт. Есть реведж. Прилетает стаб. Санстрайк. Стан. Отличная комбо способностей. Минус Жагернату. Тут нацвет хук. Правда, это довольно опасно Свена хукать. Слартер дает станус. Тейтхантера можно пытаться развалить. Опять-таки, Виз всех подхиливает. Нарелокейте убойств. А Эмп сможет ли уйти? Краш. Букали через секунду. Эмп тоже успевает уйти через сыток телепортации. Вот так вот все разбежались, кто куда. Своим делом. Грамотный телепорт. Я не знаю, почему Джаггернаут не прочитал этот момент. Но нельзя так стоять. Нельзя так стоять. 60 маны. Потому что тебя по-любому будут... Сейчас прилетки просто любой могут так вот забрать. О чем мы говорили. Это неуязвимый герой, когда у него есть куртилка. То есть маны на куртилку. Когда у него есть 185 маны. Когда он может сделать куртилочку. Когда он может сделать телепорт. А это все из-за того, что аквиллы нет до сих пор. Вот в курьере аквиллы лежит. А курьер был подбит. И вот без МП. И без хорошего МП регена соответственно. Он Джаггернаут и вот так по сторонам. Все опять-таки имеет причинно-следственную связь. И вот. Вей в какой-то момент даже законтрил получается вот эту... Выживание Джаггернаута в предыдущем моменте. Часть. Ссылки явно не хватало. Ну что же. У нас от Сирени Пупея. Далее спокойно пофармить верхнюю линию. Чтобы он получил себе треки. Получает Аркен Бутс. Также намного полезнее сейчас. Вообще конечно начало он тоже для своей команды сделал. Хорошо побегал первые пять минут. Проблемы создал для Кор-героев и для Суппорта в том числе. А сейчас будет за счет треков конечно же вводить свою команду вперед по Нетворсу. Потом Свен топ-1. После Обливиент Стаффа появляется Огар Клаб. То есть уже Сабля готова. Есть Доминатор. Ну и Мидван также Хэнд оф Мидас и покупает себе Травла. Все в порядке по артефактам, по Нетворсам у этих кор-героев. Смачок сейчас самый гол должен быть. Вот и собрались они втроем. Сейчас наверно под Голема захотят сделать выход куда-то. Да, как раз таки это делают. Ну что куда? На Мидл можно Мидвана забрать. У него очень хороший Нетворсик. Топ-2. Ну да. Нужно выход на него делать. Надежда, аккуратно. Или на Свена. Или на Свена влез. На Свена влез еще будет более круто. Сканы заезжали неточно. ИМП действительно может пострадать. Ставится Вар. Тут же Големы сверху. С Ларду расгорается. Есть Варкрай. Отстанивается неплохо ИП. Вот тогда он под Хук не лезет. Хук в Саевоге дает. Ну они вообще как-то все криво сделали. Почему? Зачем Слардар включил хосты раньше времени? Вот здесь вот включил хосты. И пока он добежал до этого Свена. Вот когда кидался Голема, у него уже они в кулдауне были. Ну как-то все странно. Хук под Хук подставились. Ну все. Поставьте Вард, не паникуйте. Вас не увидят. Это ночь. Ночью видно совсем чуть-чуть. Вот здесь вот стойте просто. Поставьте Вард аккуратно. Если кинь Голема, кинь сразу Хук. Ну не знаю. Забирает этого Слардара. Да, там теперь на Тобе Слардара будут большие проблемы. Снова релокейт. Это связка. Пайлайдай плюс Эмпи работает хорошо. Там еще Санки там прилетел. Санки есть, там не слэш. Первый уровень. Хук не точный. Хасла попадает в крипа. Ну и Висп, соответственно, за Свеном смотрит. Нервничает ребята. Чувствуется. Нервничает ребята из команды Монголии. Тяжеловато играть против Team Secret, конечно. Как ни крути. Их вот по карте очень хорошо сейчас растягивают Team Secret. Потому что сплитпушит Инвокер. На верхней линии так же парочку персонажей находились. На релокейтах постоянно прилетают. Монголзам нужны очень точные сейчас выходы. Причем выверенные такие. Они должны точно знать, что делать. И, конечно же, создать спейс для алхимика. Мы не раз отмечали. Профильнику нужно еще пофармить. Не раз отмечали, что команда Team Secret имеет очень сильных макро игроков. Это Пайлайдай и как раз таки Пупея, капитан команды. Поэтому так вот катать по карте, это для Пупея что-то просто совсем легенькое. Ну да, неопытную команду, конечно, они тут разводят как хотят. И этого у Team Secret не отнять. Сейчас пробегают опять-таки по чужой территории. Вижена здесь у Монголз нет. Сами свои варды расставляют Team Secret. Снова вывязывается скан. Скан на этот раз у Монголз не точный. Не обнаружили противника. Но в любом случае Монголз не унывают. Я вижу, раз за разом прожимают какие-то смоки. Пытаются найти противника. Ганкать пытаются. Это, конечно же, большой для них плюс. Но, правда, пока противника они не нашли. С другой стороны, отвлекают они внимание на верхней линии. Опять-таки, дают возможность Алхимику бить крипов. У него 2000 голды уже после Армлета. Ну и где-то, где-то, вот, Скакер Трелик должен будет появиться. Опять-таки, если не будет умирать. ДП первая пошла. Team Secret на топ. Это Кхизу идет. На Кхизу нападать не хочется. У него есть реведж, у него есть мега. Да, такого не пробьешь. Удаун. Даже вдвоем. Спокойно будет дефить. Стратин Тава. У нас очередь Team Secret будут забирать Тир-2 снизу. Но так заходят через Варкрай. Опять два Фоджа Спириты, Аллакрити. Плюс Катапула имеется сверху. Медван спокойно товарища собирает. Все хорошо. Все круто. И чуть ли не выход на Рошана сейчас могут сделать. Увидев много игроков команды Монголз сверху. Он просто могут на Рошану выход сделать под СВ на каком-нибудь под Варкрай. Ладно. Рускорился. Очередный Amplify. Они знают, что там такое. Под МЕКУ! Под МЕКУ! Под МЕКУ! Ну вы что, ребят? Ну кто так делает? Это на Тайдхантера? Есть Релокейт. Голем там залетает от Прокси. Но там слишком много дэмэдж от МП под КДС. Я понимаю, что хотели сделать Монголз. Я понимаю. То есть они увидели в мид делает СТП от Инвокера. Они увидели, что снизу пошла перетяжка в мид. Что скорее с Тайдхантера никто не будет сейвить. Но ребят, там Релокейт. Они просто упустили такой момент. Это самый важный момент. Про него нельзя забывать. СВН, ПИС, Прилокейт. Просто вылезти на Тайдхантера с МЕКУ и под Тавер. Ну не знаю. Они забыли. Они просто забыли. Я вот был уверен, что им просто забыли. Они рассчитывали на то, что ТБшки уже потрачены. Но мол все. Тайдхантер остался один. Ажа там с МЕКУ. Но не страшно. Мы пятером накинемся. Сможем его забрать. Ну вот про Релокейт они забыли. Релокейт все порешал. По итогу. Ну и тут еще и Тойота Алхимик. Плюс ко всему. Купил он себе рецепт на Радианс. Так вот. Он решил на Сако Паталик пока не дофармливать. Потеряли еще один Тауэр. Конечно. Тип-сигры сейчас далеко впереди. Просто очень далеко впереди. Вот смотрите. Несмотря на то, что у Монголс в пике имеется Алхимик. Который фармит через свою пассивку. Монголс уступают оппоненту уже на 16 минуте 12. Какого обычно нет. Да, Свена. Вот если на крипов вернуться. 146, ну 150, сейчас 149 крипов будет иметь. На втором месте идет Джиггернаут. 115. И Алхимик только-только там ползет где-то. Он даже по крипам в стайдхантер вровень идет. 77 против 70. А у Свена 152. Два раза Свена по крипам его обгоняет. А это о чем говорит? Говорит о том, что Алхимик очень мало убил нейтралов. А это в свою очередь говорит о том, что Team Secret очень круто играет против Алхимика в начальной стадии. Я бы даже сказал, что это одна из образцово-показательных игр непосредственно против Алхимика. Как нужно его гнобить? Как ему нужно блочить спауны? Как ему нужно фармить его стаки и гангать? Мне кажется... Все равно это ошибочка в драфте. Сейчас смачок посмотрим, смогут ли Мидуана вообще поймать. Ну ага, ошибочка в драфте. Потому что когда ты берешь двух фармеров, тебе нужны и спорты подходящие. Потому что, ну, Парлок и Путш — это не жесткие дефферы, которые могут что-либо сделать, если будут нападать. Тебе нужны какие-то нюки, чтобы отбиваться, откидываться, прикрывать этого Алхимика. Может быть, даже убивать с этим Алхимиком. Но когда у тебя просто есть фил или есть хук — это не то. У тебя стоит Алхимик и Путш в миде. Их любая двойка разорвет. Это два мягких персонажа в начале. Они вообще ничто не могут сделать. Ну да, тут хук опять-таки попал, не попал. Мы видим, даже если попал, то не факт, что ты убиваешь, а может быть даже убивают тебя. А Варлок при всем при этом еще и вынужден находиться на нижней линии, чтобы Джекернауту помогать. В общем, действительно, как-то вот с помощью и созданием того самого Спейса не справились. Монголс и Старат Рилотхэн, а то... Окей, это хорошо. Свен залетает дальше на блинтаке. Оргент Гиперстон. Очень быстро Паджика разорвали. Колл-стэп пошел дальше на Слартера. Слартер, хоть и под ускорением, но иногда стопится. Это неприятно. Через Пусты неплохо отыграл. Санки в инфюрии подрубил. Включил мантастайл. Сверху големы. Прилетели. Эмпи, забирать тут хорошо. Эмпи можно убивать. Втягивается, конечно, Кизу. Дал рэвэйдж. Смеккал не поспел на сейв своего Свена, но может хотя бы развалить в ответ противника. Эликвард уничтожает. Падает Санки. Остается Алхимик, который получает колл-стэп. Уми-2, но уже есть даги. Он сокращает расстояние и спокойненько просто собирает. Ну дэмэджа там очень много, конечно. И один в четыре по итогу. Да, разменяли Свена. Я не знаю. Может быть Виспу нужно было все-таки забирать его. Потому что реально по нему там очень жесткий фокус пошел. Решил оставить. Но я думаю, ничего страшного. Этот размен тоже большой плюс для Секретов. Потому что это все произошло под треками. Убили они в очередной РС Алхимика. Убили они второго Кора. Это Джиггернаута. Поэтому, я думаю, все круто. Закончилось для этим Секрет. Эмпи 2 на 5. Под Терр 2. Прот через колл-снэп с форжами. Без шансов Паджику на спасение, конечно. Никто куда-то туда может уйти. Джиггернаута. Не факт. Его прям под Блэдфири могут разобрать. Это очередной Терр 2. Внешних ТВ-рок в Мангоус больше не остается. Теперь следующий заход от Team Secret уже будет непосредственно на хайграунд. И вот у меня такой вопрос задается сейчас в голове. А успеет ли Алхимик в принципе уформить себе Рейденс? Что купил, конечно, Свиток. Да, Радик успеет. Как-то Сакрат Реликам. Радик успеет. Потому что секреты, наверное, вряд ли сейчас будут на рампу заходить. Потому что это все-таки тяжело сделать. Против как раз-таки этой четвертой тучи Алхимика. Там банды. Ну неприятно. Просто на тебя банды накидываются. И ты по туче стоишь. Это очень жестко тебя прожигает. Тебе даже бить не нужно никого. Ну, Тарошана сейчас выход будет. И как раз за это время Алхимик успеет себе эту тыщенку на фармете. Которая ему остается. Буквально та Релик. Ну, будет у него Радик. Но... Ему в какой-то минуте нужно еще слот. Как минимум. У него должен быть тревела. И чуть ли там не... Ну, обычно в какой-то минуте 20. Начало Акторина. На меди. Санки. Телефор. Телефор стал пытается уйти. Нет. Хорошо его. И Хоук. Отлично. Паджик сейвит. Все в порядке. Не так больно было под эфирием. Мы видим, что... Телефор спит. Был урон от одного. Телефор. Варлок. Не уходит. Релокейт. Варлок. Варлюша. Пытался уйти. Его было прекрасно видно. И его забрали. Так. А вот не повод ли это Team Secret зайти на хайграунд? Прямо сейчас. Могут, да. Могут зайти. Ну, 20 секунд остаются. Ну, рэвейдж нет еще 30 секунд, правда. Да нет. Все равно тяжеловато. Против тучи. Они сейчас критическую массу будут набирать. Куда им спешить? Они понимают, что они уже игру держат в своем кулаке. Поэтому спокойно сейчас будет заканчивать. Просто чуть-чуть критические массы наберут. Буквально 5 минут этого Рошана. Рошан сейчас на халяву упадет. Потому что Монголы не смогут драться. И может быть как раз после этого Рошана и пойдут на эту рампу. Какой-нибудь мегапайп может быть. Да. Первая карта грустная получается, конечно, у Монголов. Пока вот совсем секретов не голос переиграть. Вроде бы интересный пик, паджик. Вот потом алхимиком. И все это привело не к тому результату, который вас ждали. Очевидно, Монголы. Но опять-таки напоминаю, дорогие друзья. Что все матчи, которые сегодня мы с вами посмотрим. А их будет по 2 на каждой трансляции. Это все формат Best of 3. Вот. Поэтому первую карту всегда можно проиграть. Там вытащить, например, следующие игры. Возможно. Асал Керас теперь не появляется уже у Свена. Ну, конечно, перепарм Свена. Он ожесточающий какой-то. Ну, очень круто они делают. Асал Керасу собирают раз. И Владимир собрали. Баунтьхантер Владимир, по-моему, собрал. Да, это как раз-таки все очень круто работает против вот этой тучи. Ну, при заходе на хайграунд. У Веспа сейчас появится Кримсон Гвард. У него есть Баклер, уже есть Виталити Бустер. Буквально ему там чуть-чуть остается подфармить. Ретрибьюшн в соло. Мид-1 пошел через голд снэп. Ворачивает. Сам инвокер тоже побоялся идти вперед, потому что там уже набрасывались на него эти поршины. Кримсон Гвард. Вот он, Радик. Как раз вот Ретрибьюшн. Подфармил пока вот эти все замесы были на Рошане. Дали время пофармить на этот Радик. Но секреты, я думаю, потихонечку, потихонечку уже подходят к рампе противника и сейчас будет заходить уже. Но не сейчас, видимо. Тайтхантер пошел в топ дэпить. Смотри, просто ничего не дают. Ой-ой-ой-ой, развод нам отоставил просто от Санки. Ну а сам Санки-то уйдет. Нет, ТП вот только-только откатилась. Да, раскручивается. Отлично. Но, правда, тут, скорее всего, встрянет прок. Да, пробивает его Пупей. Есть трек, ускоряется. Здесь также уже мид-бан. Через Алла, критиколд снэп. Маскереет. С ларпа. Опасно, но... Ушел, ушел он. Аркадный так сыграл. Пошел там, кто станет противника. Ладно, хоть ни на кое-стан, ни дизейбл не норовался. Грифсы у Тайтхантера. Ну все, все. Командные артефакты практически есть. Сейчас у Инвекер появится. Как раз таки долетит до него Аганим. Сейчас будут заходить. Я думаю, к минуте 25 они уже на рампе должны быть. Все есть, прекрасно. Под этот Аегис нужно реализовать его. Одна сторона или, может быть, две даже. Потому что внешних-то урок-то уже нет. Может быть, упадет. У Монголов. Я думаю, что сценарий будет примерно следующим. Что выиграют Салат Драку Тим Сикрет, делают 5-0 и Монгоз просто... Могут, да. Могут так сделать. В принципе, чубы нет. Потому что... Что там у нас? 25 тысяч по золоту. 20-ка по опыту. На 20-й минуте против Алхимика. Вот он, выход у нас на... Джиггернаут, который с байбэком. Но... Свен дальше идет вперед. Свен... Свену сжимают. А Свену, может быть, забрать? Я попытаться. Свену может забрать? Ну разворотик. Свен собирает. Он просто в трех героев развернулся. Без бапа, какого-нибудь виспа. Под амплифаем. Он просто сделал четыре удара и убил людей. Он просто отожбрался с этих двухтычек. Идет тайм. Двухтычек. Сабли. Он так отожбрался. Минус Алхимика. В принципе, можно писать. В принципе, ГГ смелая. Тут уже толку нет играть. Нужно думать уже. Можно, конечно, не уходить. Не уходить. Вот сейчас подумать. Как раз, чтобы у вас время было побольше. Это такая пупея. Поплей стратегии он как раз это ввел. Чтобы ты не выходишь, пока у тебя трон не упал. И за это время стоишь на фонтане. Просто уже обсуждаешь следующую игру. И, ну, эту игру. Какие-то ошибки совершил. Следующую. Чтобы у тебя было побольше времени на обсуждение. «Сhind carrных», « oceans плать», «to рельеф». «Щель пус Son». С condiciones. «Лос до хорошей» «Рывный». «Рывный». «tense бог». Продолжение следует...